Здравствуйте, это Freezer Stars, меня зовут Сергей Баженко и у нас в гостях Андрей Герасименко, группа Morphin Suffering Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ох, на самом деле это большая длинная история, потому что к рок-музыке я пришел еще с самого раннего детства Я увлекся очень сильно рок-музыкой и все благодаря моему крестному, у которого была величайшая огромная подборка дисков, ICDC, Bon Jovi, Iron Maiden И когда однажды я пришел к нему в гости, я просто был очень сильно удивлен, потому что я не ожидал, что мои родственники могут слушать такое на то время Да, я очень сильно увлекся и попросил, чтобы крестник записал мне это все дело на кассету Затем я у него брал диски для прослушивания Со временем я стал одеваться и приходить на уроки не как обычный мальчик, а уже как, скажем так, неформал Как, собственно, я пришел в группу, моя первая группа называлась Ex and Head Вот, сейчас ее уже давно нет Играли мы что-то похожее, но немножко тяжелее И это был, скажем так, старт меня как вокалиста Это была первая команда, с которой я начал развиваться По фону группы Morphine Saffer я благодаря нашему бас-гутеристу на то время, это был Сергей Панасук Однажды Сергей мне позвонил и предложил записать демку на одну из песен Morphine Saffer, демку с чистым вокалом Это была песня в мое сердце, я записал демку Записал вот правильно, спустя несколько дней он мне позвонил и предложил прийти на прослушивание непосредственно на репетицию уже в группе Morphine Saffer Группу ребят меня взяли почти сразу, даже без экиплантного срока И через месяц где-то примерно уже отгремел первый концерт, мой, в качестве вокалиста Это был клуб Бинго Big Love Fest 2013 год И, собственно, спустя некоторое время весной мы уже поехали в тур Для меня это была, естественно, сумасшедшая нагрузка, потому что до Morphine Saffer у меня концертов не было У нас были там парочка выступлений, но несерьезного формата, скажем так И мне пришлось вливаться в коллектив, мне пришлось испытывать свой голос, скажем так, на прочность Потому что, опять-таки, не было таких нагрузок у меня И я реально понял, что такое жизнь музыканта, что такое туры По-моему, первый я там был в город Ровно Уже там я жестко сорвал голос, но я катал туры так, с ешим голосом, уже как приходилось В дальнейшем я обращался к разным преподавателям, к вокалистам нашим Собственно, как же, чтобы беречь голос, соответственно, получил стандартные ответы Теперь уже сам могу, не знаю, более-менее могу давать какие-то советы начинающим музыкантам Опираясь на собственные образы На самом деле, я считаю, что для мужчины, а в частности для музыканта, стиль это очень важная штука Потому что, во-первых, тебя видят каждый день люди На тебя обращают внимание, тебя встречают на улице, берут автографы Люди, приходя на концерты, они хотят быть таким, как ты Они хотят знать о тебе все, они хотят выглядеть, как ты Поэтому важно, важно на самом деле быть опрятным, быть красивым Для музыканта это очень важная штука Вот, и поэтому ходите в барбершопы, следите за собой, отращивайте бороду, ухаживайте Потому что это на самом деле очень важно Как борода, как красивая прическа, бейте татуировки Сейчас это модно, сейчас это красиво Тело это храм нашей души И нам его украшивать, как мы захотим Поэтому, ухаживайте за своим храмом Вот так Андрей, расскажи про какие-то прикольные случаи на съемках в Ниполку Ох, на съемках чего только не происходит Куча всяких смешных историй Начиная от опоздания самих музыкантов на съемки Так и от тех персонала и, не знаю, заканчивая режиссерами Поэтому это уже на самом деле смешно Потому что ты такой прилетаешь за полчаса Для съемок думаешь, вот я такой не опоздал, красавчик Приходишь, там никого нет Проходит час, никого нету Ты такой думаешь, ну блин, а ну окей, а времени сколько снимать будем? Ну у нас есть 8 часов, поэтому давай погнали Сейчас эксино снимем классный клип Ну окей, ребята, ну давайте Вот, например, очень дорожачно и смешно было во время съемок клипа «Час настав» Потому что мы сам клип снимали на автомойке Это уже как бы из разряда жесть Нас поливали холодной водой изначально Причем горячей воды на мойке нет То есть берут пистолет, который моют машины, да, и поливают музыкантов В принципе это было очень жестко, потому что было, по-моему, начало весны И температура была, по-моему, только где-то в районе там плюс 3 максимум Ты стоишь весь такой мокрый, тебе очень холодно И мы очень с ребятами переживали за то, что мы все поболеем А нам нужно было там через несколько дней ехать на концерт, выступать Вот, но слава богу, тьфу за тьфу, никто там не заболел, все окей Вот, ну помимо воды там, короче там воду смешивали с червозелом Получалось болото, такое, вот, и мы были во всей этой грязи, мокрые В общем, да, клип такой себе получился классный Андрей, а какой, как бы, месседж ваших песен? Ну, месседж наших песен, краще жити, а не бути Не существуйте просто, живите, наслаждайтесь жизнью Если вам нравится чем-то заниматься, будь то музыка, будь то что угодно Занимайтесь, не проживайте жизнь просто так Ведь она нам дана один раз И нужно воспользоваться ею по полной программе Андрей, если я расскажу, с кем ты хотел стать в детстве? Многие мои друзья хотели стать в детстве космонавтами Но я с ними хорошо не дружил, поэтому я стал музыкантом На самом деле в школьное время я очень сильно хотел быть вокалистом Поэтому, да, я к этому пришел, наверное Хорошо, а какие планы на будущее? На самом деле масса планов, будем снимать клипы, будем записывать песни, новые треки Поэтому косе не ждите, ждите свежиков от нас, свежих мистичков Андрей, когда ты начал носить бороду? Начал носить ее с того момента, как она начала у меня расти На самом деле мне нравится борода, она делает меня стильным Не знаю, насколько это возможно Еще моя борода нравится моей девушке Поэтому я стараюсь максимально ее не стричь, но придавать какие-то прикольные черты Еще она прячет мои щеки Трудо! Ну да! Харизма и лицо И лицо Я зимой, кстати, один раз был вынужден сбрить бороду полностью Это просто капец Я ходил месяц зимы Как-то даже, я вообще не думал в то, что Не верил в то, что борода как-то греет А реально нагреет Хе-хе Это была стрижка от Сереги для Андрюки Смотрите наш канал, ставьте лайки Всех благ, папа Спасибо, друзья Помолодел Продолжение следует...